В списке шестера в Рио губернатора Виктор Томенко выдвиженец от ЛДПР Владимир Семенов, Виктор Рау от партии Яблоко, Андрей Крылов от партии Роста, единственная и первая в истории края женщина кандидат на пост губернатора Людмила Суслова от Справедливой России, а также рубцовский журналист, предприниматель Сергей Сущевский от партии Малого бизнеса России. Все эти персоны документы на выдвижение в Крайсбирком сдали, но ни один регистрацию в качестве кандидата пока не прошел. Для этого им нужно заручиться поддержкой местных депутатов и сельских глав, собрать 534 подписи. Регистрация кандидатов, то есть непосредственных участников предвыборной гонки начнется после 28 июля. По информации ряда СМИ, преодолеть муниципальный фильтр не смогут два кандидата – Виктор Рау и Сергей Сущевский. Но в Краевом ЦИКе эту информацию пока не подтверждают. Там пояснили, на данный момент нужное число подписей набрали и заверяют их нотариально большинство кандидатов. Председатель избиркома Ирина Акимова отметила – двое шести кандидатов уже начали активно заявлять о себе. Наиболее активна такая деятельность осуществляется со стороны кандидатов на должность губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича, а также со стороны Семенова Владимира Владиславовича. Лицо Виктора Томенко уже появилось на десятках баннеров и билдбордов по всему Барнаулу. Сейчас в табах кандидата, а их в крае почти 70, готовят к выпуску агитационные газеты и брошюры. Их уже на следующей неделе начнут распространять активисты. Правда, в штабе Томенко поясняют – главное оружие не агитматериал, а предвыборная программа. Ее формируют с учетом потребностей и интересов жителей края. Главный пункт в документе – развитие промышленной и аграрной сферы региона. Время возрождать село и время выбирать своих. Именно такими лозунгами будут привлекать избиратели выдвиженец от ЛДПР Владимир Семенов. Баннеры с призывными надписями появятся в городах и районах края уже на следующей неделе. Тогда же и в СМИ начнут крутить агитационные ролики. На продвижение, отметил кандидат, уже затрачено порядка двух миллионов рублей. Со следующей недели мы переходим к активной фазе агитационных мероприятий на территории края. Программа фактически тоже сверстана. И я думаю, что к 1 августа мы будем полностью готовы начать полномасштабную избирательную кампанию на территории края. А вот агиткомпания Людмилы Сусловой, которую выдвинула «Справедливая Россия», вина пока слаба. Не вышли в свет ни газеты, ни баннеры. В штабе нам пояснили, что ставку делают не на рекламу, а на прямой диалог с жителями региона. Массовые встречи с населением женщина-кандидат уже проводит. Вы, наверное, все знаете, что первое чтение в Госдуме уже, как свершившийся факт, необходимо разрабатывать поправки ко второму чтению. Так вот, мы категорически сегодня говорим, никаких поправок, никакого компромисса не должно быть. Оставьте в покое пенсионный возраст. А вот кандидат на пост главы от партии «Рост» Андрей Крылов рассказывать открыто на камеру о работе избирательного штаба не желает. Но письменно выдвиженец все же пояснил, компания в самом разгаре. Штаб создан и готовится впечать агитпродукция. Крылов, правда, сомневается, сможет ли преодолеть муниципальный фильтр. Но если все пройдет удачно, вести предвыборную кампанию, пригласят политтехнолога из Москвы. Основа предвыборной программы – совесть людская, которую совсем потеряли наши слуги народа. Думаю о совести в программах. Другие кандидаты думают в последнюю очередь. А вот Виктор Рау, Сергей Сущевский, у кого меньше всего шансов быть зарегистрированными, от комментариев воздерживаются. Кого из кандидатов губернатора края в итоге допустят на старт предвыборной гонки, край избирком официально объявит 7 августа. И тогда начнется самая острая борьба. Завершится она 9 сентября в единый день голосования. Палентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.